всем приветики ну вот я и поставил себе новый монитор куплены сегодня в качестве основного а этот который был основным переместил в бок сейчас они оба включены что здесь горит лампочка оранжевая она в режиме ожидания что там горит она это такой более такой поприятнее смотрится у этого есть рамочки у этого их нету ну и как бы как-то так поновее посвежее как-то так покруче по солиднее он смотрится ну и можно запускаться запуститься посмотреть ну видно что и там такое отражение здесь отражение то есть тоже не в принципе везде есть но это не глянец что там и там мат мат но в смысле матовый матовая поверхность пока что не так почему этот не включается а он видимо вот точно он выбран как второй экран а этот стоит как основной видимо да поэтому он пока что не горит потому что мы пока что загружаемся вообще реально круто смотрится так такой приятненький без рамочек уже вот сейчас он загорается и что-то нам уже пишет кажется такое типа синего такая перемещаешься в бок так вроде уже нет хотя он весь такой типа выше поднимаешься и уже такая вообще здесь вот синего так сюда идешь все посередине уже синего это типа от взгляда зависит видимо вообще вот она уже картинка загрузилась вообще может быть даже хорошо что так типа потому что сейчас пока можно его настроить я пойму на хочу настройку произвести там пускай все он будет так как есть кстати монитор когда включен в синеньким горит что тот что тот но самое тесно что у тебя нет инструкции инструкции просто написано как вы включите где скачать ну типа драйвера на и драйвера не качалом в принципе так нормально работать у меня тоже старый wavesonic поэтому я думаю нормально должен работать и методом научного тыка эта кнопка включения так что за звездочка такая нажимаю звездочку появляется language это означает насколько мне известно язык так перемещаться как а вот здесь и появляется типа нажимаешь первую кнопку выключить это вот стоп нажимаем кнопка на все подсвечить это выключить это закрыть это звук убавить это вверх а это это подтвердить это вверх это вниз и мы типа упа а так стоп а где language стоп а сразу он спросил language и не нажал и теперь что теперь делать это как-то не очень так надо штатив наверное взять ну вот получается я сразу не нажал на этот как его называют на я первый раз нажал вот это для тех будет ну как бы урок для тех кто тоже новый монитор вайсоник покупает как только вы нажали об сразу предлагает выбрать язык если вы этого не сделали то она просто как бы ну переключается типа дальше ну ну типа принимает тот язык который стоял там и все так а как дальше перейти нажимаем эту кнопку не работает это вверх это вниз до это режим игровой типа да она немножко изменилась ну ну потемнее стало так web очень-очень темная стала так хорошо это что громкость до выключили мы громкость громкость а стоп это громкость вон она показывает громкость дальше что мы идем контраст hdmi или другой порт так а как язык то сменить это что за прикол ну типа хорошо ой это монитор выключает полностью да включить снова вот он пишет энергии старт так дальше мы нажимаем что допустим вот это нажать о ничуть я как панель открылась красивая вайсоник так так ну вот нажимаем на эту кнопочку вот на эту ну коротко которая короче идет под ней ай как бы это вам так показать в общем возле рядом выключение следующее которое идет в общем вот на эту кнопку нажимаем на это вот выключение вот следующее на ее мы нажимаем и открывается такая штука input select и мы уже выбираем тут input какой порт будет выбран громкость колонок видимо внутренних вайф мода это то что мы выбрали color вот нет нет вот language нажимаем подтвердить в принципе все кнопки подписаны вот они под каждой вот этой штучкой есть кнопочка как бы мы просто по кнопкам идем я сейчас нажимаю language подтвердить и дальше по кнопочкам то есть если вы нажали так не переживайте просто выбираете русский и все для этого вам рядом со кнопкой включения нужно нажимать нажать на следующую кнопку и высказать что это все менюшка а дальше вот здесь все подписано кнопочки какие что значит переходите просто по разным этим вот здесь даже кнопочка вот назад есть упай возвращаемся русский меню а так меню 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 заходим в меню язык выбрали информация о разработчике это наверно когда включается показывать типа кто кто создал да типа логотип нет не надо потому что когда включается напишет white sonic все такое зачем пускай лучше лишний раз черным погорит так чистота у нас сейчас какая 60 герц да но он 75 поддерживает можно кстати будет выставить кстати а почему бы не выставить сейчас я в инвизе это сделаю ну все в принципе я выставил и здесь получается что уже должен стоять сейчас войдем посмотрим информация 75 герц тут уже показывает что 75 герц все на 75 герцах работает то есть все хорошо он напишет и здесь 75 герц и здесь 75 герц то есть все чутенько таймер меню то есть через сколько меню будет закрываться я думаю что что то оно быстро закрывается пускай минуту горит потом со временем я его уменьшу обратно фоновое экранное меню я пока что не знаю что это индикатор питания то есть будет ли вот эта синяя штучка гореть можно же сейчас нажать проверить вот она горит синеньким включена сейчас нажмем выключить опа погасло чтоб не мешало еще раз вон она включилась снизу так ну нормально а в остальном надо разбираться фоновое экранное меню я не знаю что это такое потом уже со временем автовыключение то есть через сколько он сам будет выключаться а вернее чтобы просто можно было и режим отключения через сколько 30 минут 62 часа ну то есть полчаса час там два так а нет не два два часа это 180 ну такое режим экономии энергии да стандартный оптимизированный ну в общем надо посмотреть инструкцию скачать посмотреть что конкретно это все значит автоопределение пускай да это я тоже не знаю что такое возврат если что-то намутил можно вернуться на заводские вот так что в принципе нормальная ручная настройка резкость 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 все эти настройки открылись то есть включить какой-то режим пользовательский сейчас видно стоит какая-то настройка настройка цвета контрастность так хорошо яркость яркость 100% нет это что-то 100% это сильно круто можно уменьшить там я не знаю до до 80 хотя на том мониторе у меня стоит по-моему 70 70 стоит да ну просто когда яркий он сильно ну глаза слепит типа особенно если ну в плохом освещении сидишь да тем более тогда глаза слепит цветовая температура исходный я всегда ставлю не исходный а теплый потому что теплый он такой более желтоватый и для глаз типа полезнее ну приятнее глазам ну в общем глазам более комфортнее работать с теплым цветом потому что ну то есть теплый цвет меньше напрягает глаза вот в чем фишка а цветовое пространство ну автоматическое может пускай диапазон цветов автоматически полный ну наверное лучше всего конечно же полный диапазон был бы цветов да потому что типа режим просмотра интернет фильм игра стандартная моно можно даже выбирать текст мак мак такой посветлее а оно снизу меняется что-то типа а кесо что-то такое кесо меняется типа сейчас он вообще стал еще на белом типа моно стандартно это у нас кесо 100% но цветное игра тоже кесо 100% но как-то поярче стало фильм потемнее интернет вообще темно типа наверное белая страница текст тоже темноватый но немножко светлее мак ну короче пока что стандартная наверное да ну и вот если даже выйти и вернуться в настройку цвета вот стандартная сейчас горит да то есть и вот выбрать цветовая температура если выбрать вот холодный допустим а исходный стоит исходный выбрать оно почему-то меняет когда меняешь все эти штуки не запоминает теплый вот видно сразу желтее стало хотя не знаю видно ли вам ну да видно вот на синем здесь вот вот здесь упал раз такое немножко желтее стало да ну и режим просмотра мы получается когда меняем и там она меняется здесь вот это наверное штучка меняется вот это и вот это как-то меняется мне так кажется ну-ка или нет но сейчас если вернуться туда после каждого она сбрасывает цветовую а не теплый помнит помнит да может быть это я случайно нажал звук звук есть даже звук так HDMI опа HDMI может и звук передаваться ничего себе прикольно я думал только видел ну и все в принципе все настройки а ну хотя нет не все тут же наверно еще есть закрыть что вот эта кнопка значит что рядом ну-ка так то есть они две одинаковые что ли ну да они две одинаковые открывают одну и ту же менюшку а вот здесь видимо выбраны звездочка 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 это обычно обозначает избранная видимо избранная функция которая типа тебе больше всего видимо нравится что-то такое здесь у тебя есть типа вот ага я уже контрастность меня нет подождите и здесь типа на нее можно а почему она меняет яркость и почему яркость стоишь поставил 80 в общем еще нужно разбираться а я не знаю как это все работает а вот на эту штучку мы перепрыгиваем типа типа вот на на звездочку мы открываем избранная а на кнопку на вот эту вот кнопку мы переключаемся типа это у нас да оно подписывает типа вот эта штука а следующая а следующая вот эта и она показывает вот это и здесь типа режим просмотра стандартный что ты мог быстро например в игре или фильме поменять а не лазит по всем настройкам громкость можно накал на этих вот встроенных динамиках сделалась другую яркость поменять контрастность ну и вход поменять все все остальные настройки настраиваются в основном меню в принципе здесь мы уже все видели все настройки посмотрели в принципе нормальный неплохой хороший монитор мне так то нормально нравится да прикольно так вот если глянуть вот такая вот картинка когда он тепленький с яркостью по-моему 80 должен 75 нет яркость все таки она вставляла на 100 процентов но сейчас стоит теплая яркость 75 процентов контраст сколько там было я уже не помню но в принципе они одинаково выглядят даже здесь как то поприятнее картинка мне так кажется вот здесь здесь как бы настройка теплый теплый и здесь настройка теплая здесь яркость 75 а там или 75 тоже или 70 а контрастность здесь тоже 70 по-моему стоит а здесь ну в принципе она почти что знаковая я даже могу сейчас глянуть отдельно ну вот теперь одинаково в общем здесь контрастность 65 ярко 70 цвет цветовой режим настройка цвета теплый здесь тоже яркость я сделал 70 контраста 65 и цветовой режим теплый и как бы поприятнее так смотрится не знаю почему или или я не знаю хотя там как-то розового вот больше а здесь как-то поменьше вот там он двин такой розовый и здесь розовый а здесь как-то так хотя 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 ну глазом в принципе я не знаю не ну ну в принципе ну может там да чуть порозовее но так не знаю мне это как-то ну не знаю нравится прикольно хотя есть как-то больше цветов различается чем здесь там еще кстати когда делаешь все эти настройки когда выбираешь типа стандартный у меня там стоял типа текст или что-то такое сразу ну я поставил режим типа у меня сразу стоял интернет по-моему или текст теперь я поставил типа стандартный и появилось в ручной настройке больше возможностей то есть уже помимо резкости появился синий светофильтр соотношение сторон было стабилизация чрезсрочного этого не было расширение drc время отклика стандартное улучшенное сверхнизкое то есть это все зависит от настроек то есть типа вот синий светофильтр вот если зайти сюда это типа тоже у них технология для того чтобы глаза не напрягались если поставить сто процентов синего светофильтра что тогда будет в принципе по моему ну как-то да зеленевой стал отдавать по-моему больше здесь такого зеленого стало если так глянуть здесь такое прямо все голубое а здесь больше такое зеленоватое стало ну типа это должно меньше глаза напрягать вот ну в общем здесь хватает настроек но это все основные настройки так настройки выглядят как бы вот как то так такие настройки но дальше буду тестировать потом в целом скажу ну когда уже попользуюсь какие у меня впечатления еще здесь когда настройки нажимаешь то есть поставить на монитор он уже дергается когда кнопки нажимаешь вот допустим видно он подскакивает немножко ну то есть такой типа немножко мягкий а здесь когда нажимаешь здесь он просто стоит нестабильно вот на этих тряпках и он так и шатается а здесь это стабильно просто ножка просто тоненькая поэтому так сильно шатается а там толстая и когда он здесь стоял по-моему он так сильно шатался как то так на этом все всем пока